Первые результаты работ по благоустройству набережной челябинцы должны увидеть уже в этом году. Такое заявление сделал Алексей Текслер. В Рио губернатора изучил проект преображения центра города. Тут же вот эта вся история связана с чем? Мало воды, малый как бы водоток. Вот и мы имеем, ну то есть фактически такой болот. Алексей Текслер отмечает, часть набережной возле исторического музея нужно сделать более комфортной для горожан. В этом году необходимо начать санитарную очистку реки, убрать лишнюю растительность и увеличить пропуск воды. Деньги будут выделены городскому бюджету, мы проведем конкурсы. В настоящее время уже конкурсы по проектно-изыскательным работам, они завершаются. Как только они будут пройдены, экспертизу государственную, будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Часть набережной от филармонии до новой автомобильной развязки фактически придется создавать с нуля. Там будут террасы с детскими площадками, сквер искусств, зоны для занятий спортом, велодорожки, летний театр. Проект еще дорабатывается и должен будет пройти госэкспертизу. Финансировать благоустройство будет областной бюджет. Посетил Алексей Текслер и стройплощадку храма Рождества Христова вместе с митрополитом Челябинским и Мясским Григорием. Какой императорский стиль, ампер? У нас лично похожее, прошу прощения, был Златоустский Свято-Троевский собор, который был уничтожен в начале 30-х годов, в 30-м году его взорвали. Он был очень тоже похож на Исаакий. Вообще, как бы по российской империи, ну, бытовало мнение, что строили несколько таких, в имперском стиле. Ранее в Рио провел переговоры с меценатами и благотворителями, которые готовы финансировать стройку. Также Алексей Текслер предложил использовать для декора возможности златоустовских и каслинских мастеров. А перед властями города стоит задача обеспечить транспортную доступность растущих около кафедрального собора микрорайонов.